Они говорят, что работают, но на самом деле неизвестно, чем занимаются. Сейчас подсмотрим. Ага, попались. Что делаешь? Звоним в прокуратуру. Зачем? Электроды потеряли. Алло, Ма, привет. Всем привет, вы на моем канале Бегак ТВ. И наконец-таки закончилась рабочая неделя. Сделано очень много. Проведены встречи, проведено много всего интересного. Сразу подпишитесь, поставьте лайк. Как-то верх ногами работаешь. Как летучая мышь. Летучая мышь? Ага. Исправляю то, что наш летчик-испытатель натворил. Хватит вспоминать летчика-испытателя. Средняя стойка, да? Да, и продолжим испытание. Да? Да, наверное. Хотел показать, какие детали сделаны. Вот эта качалка в итоге получилась, а вот это кронштейн, который я варил. Что я делаю? Вот. Ничего не понятно. Дневник авиаторы. Это челлендж. Создание уникального народного самолета. А это не просто так. Мы создали самолет. У нас есть вездеход. У нас есть беголет. А что это, вы узнаете, смотря мои влоги. Но не забывайте, что я не один. У меня есть целая команда. Команда ребят, которые приходят, помогают. Они тоже стремятся достичь успеха. Идет 136-й день марсианской экспедиции. Все хорошо. Единственное, у нас вот космический дрон за моей спиной. Упал во время бури. Подобрали, вроде целый. Колесо отвалилось. Ну, Вайнер, робот, вон, сделает его. Это сделать невозможно. Я тут уже третий день стою. Ага, помолчи, Вайнер. Опять часы у него сбились. Я сейчас тебя отключу и вообще снимать не буду. Незачем всем знать об этом. Пока. Солнце очень ярко. Я там договорю. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк. У нас продолжение. Дело переднюю стойку Сатурна. Господи, какая яркая солнца. Сегодня мы делаем вилку переднюю на самолет. Не нашли, то есть принесли нам гнутые трубы. Оказалось, это не сталь, а латунь. Приходится теперь переделывать. Также Сергей с Жориком заканчивают делать теплицу. Будем выращивать какие-то овощи они хотят. И зимой, и летом. Ну, посмотрим, что получится. Я не против. Делают курятник. Нам пообещали подарить кур. Не знают уже, что с ними делать. Но, видимо, потому что они летают, нам и дарят их. Олег занимался винтом, потому что необходимо изготовить три лопасти винта. И я надеюсь, за ближайшую неделю все будет готово. Как я и говорил, у меня здоровье приходит в норму. Немножечко уже лучше, легче. Прошло больше трех недель. Как у меня перевернулся самолет, отлетело колесо, которое попало в ямку. Посмотрите влог про это. Называется «Авария». И что? Полетели? Так, что ты делаешь, Олег? Косяк, слезправлю. А какой косяк? А, не, не снимай ее. Зачем ты ее снимаешь? Я ее потом вообще не сниму. Ее надо обработать. Я рисовал. Я думал, намерфок поставить их рисование. Да. Молодец. Он как-то верх ногами работает. Как летучая мышь. Летучая мышь? Ага. Исправляю то, что наш летчик-испытатель натворил. Хватит вспоминать летчика-испытателя в СУИ. Почему в СУИ? Главное, что он жив, а все остальное, как видите, исправляется. Вот это ось. Это у нас стойка передняя. Теперь будут вот такие амортизаторы. Вот они. Газы гидравлические, очень мощные, удобные. Вот из этого будет сделана передняя стойка, да? Да. И продолжим испытание. Да? Да, наверное. Хотел показать, какие детали сделаны. Вот это качалка в итоге получилась, а вот это кронштейни, которые я варил. Вот такие кронштейни, крепления качалок для элеронов. Думаю, что все получается нормально. Ну, немножко не идеально, конечно, можно было бы получше, но я думаю, что все круто. Это расстояние. Это расстояние. Здесь будет вилка, здесь будет амортизатор. Выглядит приблизительно вот так, смотрите. Грубо говоря, это приходит вилка. Вот я сделал проушины всякие разные, они вот здесь будут стоять. Вот эта труба будет, и будет ставиться вот такой амортизатор. Вот через такую штучку проушину. Ну, наверное, будет более понятно. Она будет привариваться к этой штуке, и вот здесь ходить. Соответственно, колесо будет работать в этот раз нормально. Это обеспечит нам прохождение даже глубоких, прохождение даже очень глубоких ямок, чтобы больше я не перевернулся на этом аппарате. Мы сейчас протестируем эту амортизацию. Ну, это очень простая схема, но мы протестируем именно на Сатурне, и в дальнейшем будем использовать на Эво Плюс. Эво Плюс у нас тоже практически готов. Сегодня закончили мы делать... Не надо так. Мы практически закончили делать на Эво Плюс все... Короче, все закончили делать, все основные элементы. И завтра начнем устанавливать на Центропавл. Очень затянулось. Почти три месяца затянулось все, потому что в одном месте приходится зарабатывать, оплачивать цвет, материалы, в другом месте отдавать долги и так далее. Ну, нормальная история, у всех новаторов бывает это на первом этапе. Но мы стремимся к авиасалону в Жуковском, и у нас получается. Я не хочу ехать на Жуковский. Ну надо, вы же нас ждете, вы хотите увидеть это все вживую. Ну, придется приехать. Хотя я бы вас просто пригласил в Пятигорск. Приезжайте в Пятигорск, особенно спонсоры, инвесторы. Да просто приезжайте в гости, когда захотите, полетать, когда у нас все будет готово. Поэтому смотрите на канале, не забудьте подписаться, и обязательно скоро будет еще интересней, потому что у нас подходит опять этап, когда мы начнем летать. Я еще раз повторяюсь, у меня все вроде заживает, спать единственное больно, а так все хорошо. И я начну опять вновь летать на этом самолете. Тестировать его, испытывать, и я думаю, все получится. И нам пообещал директор предприятия одного выделить каток, я обязательно сниму, как он его выделит, который укатает наконец-то эти кротовые норки, и я смогу летать безопасно. Ну, по крайней мере, испытывать, взлетать, разгоняться и так далее. Поэтому все вот так. Спасибо еще раз всем друзьям, всем волонтерам, и вообще всем, кто нас поддерживает, меня поддерживает, а я постараюсь вас не подвести. Влог длиной в год продолжается, и это интересно. Каждый найдет что-то интересное. Поэтому, если вам интересно, напишите мне, что вам интересно, что бы еще хотели узнать. А мне работать, извините. А что это такое? Это лучше не знать. Это лампа. Нет камеры. Нет коммент. Что это такое? Лампа. Лампа? Лазерная? Ух ты, прикольная штука. Ну ладно, пошел я работать. Серый, что делаешь? Курятник черчу. Курятник? Да. А, ну правильно. Девушек же надо куда-то водить все-таки. Ну, будем по курам. По курам, да? Ну, правда, к черчу курятник, видите? Серый, вот скажи мне, вот вы делаете теплицу, уже такая жара. Нахрена она нужна? Ну, сейчас летом подготовим, а зимой здесь будем выращивать все. Чтобы круглый год зелень была, чтобы круглый год было что кушать. Ну, а летом же можно тоже выращивать что-нибудь? Ну, конечно, здесь саженцы делают. Здесь же, здесь же, он, теплица держит влажность и тепло. И днем, и ночью. Также можно выращивать теплые культуры, которые в теплых листах туда растут. Бананы. Бананы, да. Клубнику можно круглый год выращивать. Меняя саженцы, меняя рассаду. Вот. Но нам, не забывай, еще самолет строить, поэтому давай быстрее заканчивай, пока ливень не начался. Да, 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 чуть осталось. Да, я пошел пока займусь этим, подкосом передним. Ну, такой короткий влог про сегодняшний день, про то, что сделано. И я уверен, что если каждый день делать понемножку, двигаться вперед, наверняка можно достичь многого. Ведь ничто не ограничивает нас в мечтах и мыслях. Что такое полететь на самолете? Можно купить билет и полететь, а можно создать этот самолет и дать возможность всем летать на нем. Я желаю, чтобы у вас мечты исполнялись, чтобы вы никогда не сдавались. И даже если не спеша, но каждый день двигались простым шагом к намеченной цели. Потому что наверняка на финише вы будете к ней бежать и будет успех. Да будет так. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. И завтра будет интересней.